МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Качество на 100%. В Чувашии проходит форум стратегии и практика успешного бизнеса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николаев, Федоров или Яковлев. Завершается голосование за присвоение имени аэропорту Чебоксар. Бронза за картину. Чувашские кондитеры стали призерами Кубка мира по кулинарному искусству. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Чебоксарах прошло расширенное заседание научно-консультативного совета при арбитражном суде Волговятского округа. Арбитражные суды рассматривают споры, связанные с предпринимательской или другой экономической деятельностью. В основном судьи разбирают разногласия предприятий и предпринимателей по поводу заключения и исполнения расторжения договоров. Значительный объем дел, находящихся в производстве, касается банкротства должников. На расширенном заседании шла речь и о несовершенстве некоторых статей закона о банкротстве юридических и физических лиц, застройщиков, крестьянских хозяйств. Там много моментов, которые можно трактовать по-разному, считают специалисты. Глава Чуваши отметил, что арбитражная судебная практика имеет огромное значение для экономики в целом и, в частности, для формирования инвестиционного климата в регионе. У нас с вами общие цели и задачи – поиски верных, справедливых решений для развития правового государства и улучшения доверия граждан России к органам власти всех уровней. Сегодня система арбитражных судов воспринимается как надежная гарантия правовой защиты экономических прав и свобод юридических лиц, представителей бизнеса общества. Напомним, Чуваши уже четвертый год подряд входят в десятку регионов-лидеров в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Каким должен быть конкурентоспособный продукт? Кто в ответе за систему менеджмента предприятий? Сегодня эти вопросы обсуждали на форуме «Стратегия и практика успешного бизнеса». Он посвящен Всемирному дню и Европейской неделе качества. Дискуссионные площадки объединили ведущих специалистов и предпринимателей. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Качество продукции – важный индикатор. Те, кто соблюдает принятые стандарты, всегда выигрыши, отмечают эксперты. Доля фальсификата на рынке все еще высока. Необходимо предпринимать действенные меры. Авторитет в области качества Геннадий Воронин приводит формулу успешного бизнеса. Мероприятия мы проводим много в стране, и конференций, и круглых столов, и так далее. А если по отдельным видам продукции посмотреть, кривая падает по качеству. Качество – это воспитание коллектива. Надо все время воспитывать коллектив. Начиная от уборщицы до первого лица, до директора предприятия. В 27-м году, 91 год назад, вышел первый журнал. Он назывался «Ивестик с адаптизацией», но это стандарты качества. Я сейчас главным редактором. Значит, главное лицо было – это Куйбышев. Он его глава реакционной коллегии. Все то же самое. Те же вопросы и так далее, и так далее. Геннадий Воронин говорит, что предприятиям необходимо принять четкую программу действий. На площадке форума «Стратегия и практика успешного бизнеса» эксперты делятся опытом и обсуждают проблемы в области качества. Каждый год сюда приезжают гости из других регионов. Я вообще, честно говоря, снимаю шляпу перед регионом. Наши довольно-таки известные регионы не проводят Всемирный день качества. И не проводят никаких форумов. Это печально. Санкции будут возрастать. Да, кого-то санкции мобилизуют. Какие-то наши предприятия, я их знаю, занимаются. И в том числе, в первую очередь, уважают импортозамещением. Но впереди еще много-много дел. Качество продукции зависит и от эффективной системы менеджмента. Но тут все непросто. Эксперты уверяют, что принципы сертификации необходимо перестраивать. Казалось бы, все просто. Остается найти орган по сертификации с наибольшей компетентностью в сфере деятельности предприятия. Договориться с ним о цене и времени проведения аудита. Вот тут встают вопросы, кого же выбрать. А главное, бухгалтер на предприятии твердит, что зачем платить больше, если для лицензирующего органа все сертификаты равны. Бери там, где дешевле. Вот и набрали сертификатов. Набрали так, что правительство РФ было вынуждено поднимать вопросы эффективности системы менеджмента качества на предприятиях УПК. Приоритетная задача для предприятий республики – увеличение доли экспорта. Выдержать высокую конкуренцию смогут только производители качественной продукции. В республике созданы хорошие базы для дальнейшей технологичной и инновационной работы, направленной на постоянное усовершенствование системы менеджмента качества в соответствии с новыми мировыми тенденциями и опытом. Мы всегда очень ответственно и комплексно оцениваем все те предложения, которые есть от институтов и гражданского общества, те предложения, которые поступают от предпринимательского сообщества. Каждый год в преддверии форума объявляют имена обладателей премии главы республики, а также выбирают лауреатов конкурсов марка качества из 100 лучших товаров. Предприятиям, чью продукцию оценили эксперты, Михаил Игнатьев вручил награды. Дмитрий Коварев и Валерий Резюков. Республика. Окончательные итоги визита представительной делегации из Республики Беларусь еще предстоит оценить. Но уже сейчас ясно, что двухсторонние отношения республик выходят на новый уровень. Напомним, что в 2015 году состоялась встреча на высшем уровне, когда делегацию, возглавляемую главой Чувашей Михаилом Игнатьевым, принял президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. С тех пор рабочие группы регулярно собираются то у нас, то в Минске. На заседаниях обсуждаются вполне конкретные вопросы по увеличению товара оборота. Отслеживаются все ключевые экспортные позиции – электротехника, автотранспорт, сельхозпродукция. Члены делегации побывали на предприятиях республики, в профильных министерствах и ведомствах. Состоялись переговоры в области пассажирского транспорта, дорожной техники, лифтового хозяйства. Белорусские коллеги рассказали о формах сотрудничества в других регионах. По итогам этого года объемы товара оборота между республиками могут вырасти до 100 миллионов долларов. Планируется, что следующее заседание рабочей группы состоится в Минске уже до конца этого года. Через несколько дней в Чебоксарах начнут курсировать новые автобусы – Лиазы, Мазы и Пазы. Они придут на смену маршруткам. Новый транспорт поможет снять напряженность часы пик, уверены в городской администрации. Сегодня на базе одного из перевозчиков, где ожидают выхода в рейс автобуса большого класса Лиаз, провели контрольный осмотр. Осмотр с пристрастием. Через день все 77 автобусов выйдут на столичные маршруты. Важен каждый нюанс – безопасность, температура в салоне, удобство и комфорт. Лиазы идеально подходят для городских маршрутов. Готовятся и водители. Кстати, сейчас их в штате 230, но перевозчик готов принять еще 150. Мы эту тему без внимания не оставляем. Администрация города, учреждения муниципальные с 1 декабря будут контролировать работу новых перевозчиков. Мы также, как и Владимир Николаевич сказал, выйдем на линию, приедем сюда, посмотрим, что здесь происходит. Час пик будем контролировать. С пополнением автопарка должна решиться и проблема пассажирских перевозок из Новочебоксарска в столицу Чувашии. Что касается маршрута Чебоксары-Новочебоксарска, такого самого, наверное, сложного с точки зрения утренних и вечерних поездок, мы планируем по основному стволовому маршруту от университета до Сокола поставить автобусы среднего или большого класса. Реформа транспортно-маршрутной сети в Чебоксарах стартует 1 декабря. Затем она начнется и по всей республике, отметил министр транспорта. В конечном итоге общими усилиями удастся обеспечить безопасность на дорогах и обеспечить доступность каждого удаленного района. В России более 12 миллионов людей с инвалидностью, из них более 4 миллионов дети. В Чувашии их более 83 тысяч. Эти цифры озвучили во время круглого стола у полномоченного по правам человека в Чувашской республике. Он ежегодно проводится в преддверии Международного дня инвалидов. В случае инвалидности каждому гражданину России гарантируется социальное обеспечение. Это право закреплено 39-й статьей Конституции РФ. Один из важных аспектов – трудоустройство. Только в этом году в службу занятости обратились более тысячи человек. Из них 700 получили работу. К сожалению, бывают случаи, когда людям с ограниченными возможностями здоровья отказывают без причин или не создают им необходимые условия труда. Прокуратура, в свою очередь, проверяет работодателей, в чьем штате числятся инвалиды. Самые частые из выявленных нарушений их принуждали работать сверх меры или же не давали отпуск. Анализируя обращения гражданам поступившего в аппарат у полномоченного, хочу отметить также проблему неприспособленной среды, проблемы трудоустройства. Они существуют, и такие обращения есть. По каждому обращению лиц с инвалидностью об оказании содействия или с просьбой о восстановлении прав, уполномоченным предпринимаются исчерпывающие меры. Инвалидам оказывалось содействие восстановления права на свободу передвижения, права на достойные условия проживания, права на жилище, на судебную защиту, на получение бесплатной юридической помощи, права на социальное обеспечение в случае инвалидности и других. Но в целом для поддержки инвалидов с каждым годом делается все больше и больше. Продолжает действовать государственная программа «Доступная среда». По ней планируется, что к 2036 году 98% объектов будут доступны для инвалидов и на столько же процентов увеличится доля семей, включенных в программу ранней помощи. Общая сумма финансирования – почти 890 миллионов рублей. В преддверии Международного дня инвалидов в Чуваксарском центре занятости прошла специализированная ярмарка вакансий – занятость без границ. Для тех, кто имеет ограничения по здоровью. Елена Андреева раньше работала бухгалтером, но уже два месяца ищет новую работу. Услышала про ярмарку вакансий и решила прийти. Здесь работодатели есть, начальники отделов кадров, и они нагляднее видят, какие у тебя ограничения по здоровью, чем по резюме. Потому что если по резюме пишешь, они думают, что это тяжелое заболевание. Я продунулась в разные вакансии, оставила свои данные. МФЦ «Чувашка» и Бельчебоксарский хлебозавод номер один. Десять предприятий предложило 71 вакансию для инвалидов. Пока шли собеседования с работодателями, специалисты центра консультировали по курсам повышения квалификации и переобучения. Граждане с ограниченной возможностью. Очень сложно курировать по городу, искать то или иное предприятие, которое порой находится на другом конце города. Поэтому здесь мы собираемся, и здесь все представители отдела кадров, все доступно для людей. С начала года в центр занятости обратились 455 инвалидов. 76% из них нашли работу. На ярмарке вакансий приглашение на собеседование получили еще 38 человек. А для тех, кому еще рано искать работу, провели экскурсию на одном из чебоксарских предприятий. На хлебозаводе номер два эти ребята впервые. Из чего делают хлеб, сколько нужно месить тесто, при какой температуре выпекают батон. Школьники все увидели наглядно. Знания ребята закрепили на практике. Попробовали свежеиспеченные ватрушки и рогалики. Мне очень понравилось на этом заводе. Я узнал очень много нового. Примерно то, что здесь все делают не в ручном труде, а выполняют машины. Все ведет к контролю. Очень жесткие контроль качества. Обязательно хотел бы сюда устроиться, либо выпечку, допустим. Мы прекрасно понимаем, что профориентация наших детишек – это будущее нашей экономики. Особенно детей, которые с ограниченными возможностями. Мы даем им заранее импульс, где они могут свою жизнь дальше строить. И я должен поблагодарить и Центр занятости, и Министерство труда, и социальной политики. Такие экскурсии проводят и на других предприятиях республики. Кондитеры Чуваши успешно выступили на профессиональных состязаниях в Люксембурге. Кубок мира по кулинарному искусству, своего рода Олимпийские игры, проводится раз в 4 года, является одним из самых престижных соревнований, в которых участвуют самые именитые шефы и суперпрофессионалы поварского дела. Россию представляли мастера из Москвы, Дагестана и Чувашии. Бронзовая медаль Кубка мира пополнила копилку наград нашей кондитерской планеты. Кубок мира по кулинарному искусству – состязание для мастеров-художников. Просто высоким качеством работы тут никого не удивишь. Важна необычность идеи. На конкурсе было предостаточно съедобных скульптур, для создания которых использовались десятки килограммов разных продуктов. Но в числе победителей оказалось вот это довольно камерная работа. Не заметить ее невозможно. Она притягивает взгляд своей нежностью, легкостью и, если хотите, домотканностью. Автор идеи, директор кондитерской планеты Луиза Дроздова, очень хотела, чтобы эта композиция вызывала ассоциации с домашним уютом, очагом, семейными традициями, исконным укладом. В основу положено старинное полотно, из которого в Чувашии изданно шили одежду. Мы искали несколько вариантов и выбрали, кстати, из 12 именно это полотно, потому что именно по своей структуре оно подходило к нашей работе. Нам нужно было показать вот именно технику какую-то изящную, ювелирную, то, что может быть связано с нашим этносом, самобытностью, показать нашу культуру. И вот именно это полотно и явилось связующим звеном. Абсолютно вся работа съедобная. И сама вышивка, и рамка, и нитки, и иголки. Технику мастера держат в секрете, но признаются, разработанный ими состав позволяет со скрупулезной точностью воспроизводить структуру полотна и других материалов. Неоднородность нити, блеск металлической иглы, чуть разная величина стежков – все как на настоящей картине. Именно это и впечатлило жюри, в состав которого вошли самые именитые члены Всемирной ассоциации кулинаров и кондитеров. Вау! Работа видно уже натурально, потому что тут есть мелочи, которые неопытный человек не заметит, а жюри это видит. И поэтому они сразу сказали, сразу видно, что работа съедобная, что она своеобразная, потому что там очень сложные работы были, сильные работы на выставке. В Кубке мира по кулинарному искусству участвовали 75 стран с пяти континентов. Сказать, что конкуренция была высока – не сказать ничего. И бронзовая медаль – это очень дорогая награда, хотя у мастеров планеты достаточно медалей самого разного достоинства, самых разных конкурсов. Завершается голосование за имена наших выдающихся соотечественников, которые будут присвоены крупным аэропортом страны. Во всероссийской акции участвует и Чебоксарский аэропорт. Отдать свой голос еще не поздно. О том, как и где это сделать и чье имя в итоге может получить наш аэропорт Ольга Пырочкина. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту города Чебоксары. Температура за бортом – минус 7 градусов. Просто аэропорт города Чебоксары. Так сейчас называется воздушная гавань столицы Чувашия. Однако быть безымянным ему осталось недолго. В России завершается акция по присвоению аэропортом имен наших соотечественников и выбор этого самого имени за жителями. Есть мировая практика присвоения великих имен аэропортам мира различным. В Российской Федерации у нас очень много выдающихся деятелей разного периода. Кем мы можем гордиться? Это писатели, поэты, это военные деятели, ученые, деятели культуры. У нас уже проголосовало более 36. Я, наверное, на это время, возможно, уже где-то 37-38 тысяч чебоксарцев проголосовало. Всего мы планируем, что у нас число проголосовавших будет где-то в пределах 50 тысяч. Голосование идет на сайте проекта «Великие имена РФ», на сайте общественной палаты Чувашии. Галочку можно поставить и в бюллетень. Волонтеры работают в торговых центрах и на остановках общественного транспорта. Изначально в списке было 15 фамилий. В финал вышли трое. Это первый чувашский космонавт или третий космонавт в мире Андриан Николаев, всемирно известный офтальмолог, который создал искусственный хрусталик Святослав Федоров и просветитель, создатель чувашской письменности Иван Яковлев. Ну, я хотел бы Яковлев сказать за Яковлевом. Яковлев, он все сделал для чувашского народа. Буквары, первые буквары. Если память не изменяет, Библию перевел на чувашский язык. Я выбираю Святослава Федорова. Мне кажется, это очень достойный человек, который изобрел такое замечательное лечение для стольких людей во всем мире. Почему и нет? Чебоксарцы достаточно активны и активно принимают участие в этом проекте. Они заинтересованы. Они очень рады, что этот проект проводится и также уже с нетерпением ждут результатов конкурса. Я захотела стать частью истории, потому что через 10, через 20 лет наш аэропорт также будет носить имя этого соотечественника. И в будущем мне уже будет приятно говорить, что да, я помогала, спрашивала мнения у людей, принимала у них голоса. Пока мы работали с волонтерами, ответы были разнообразные. Однако безоговорочный лидер – первый космонавт, который работал на орбите без скафандра. Первый человек, который находился в космосе несколько суток подряд. 11 августа 1962 года на орбиту спутника Земли был выведен космический корабль «Восток». Его пилотировал летчик-космонавт Андриан Николаев, замечательный сын чувашского народа. Ваш земляк совершил самый первый в истории космонавтики длительный полет. Продолжительностью трое суток, 22 часа, 22 минут. Почему такой выбор сделали? Не знаю. Мне летчики нравятся. Всю жизнь хотел стать летчиком. Я проголосовала за Андриана Николаева, потому что это летчик, а это аэропорт. Владимир Энгельс свой голос тоже отдал за Андриана Григорьевича. Его прадед Виктор Энгельс не попал в финальный список для голосования. Мой прадед Виктор Францвич Энгельс, он, получается, построил здесь аэропорт. И как раз наш великий космонавт Андриан Николаев, так сказать, и стал толчком этому. Потому что когда в 1962 году, 11 августа, насколько я помню, он полетел первый групповой полет в космос. И когда он вернулся, американский репортер, приехав сюда, написал, что родину космонавта нельзя даже городом назвать, потому что здесь даже нет аэропорта. В общем-то, в этот момент мой прадед был начальником эскадрильи, и он пришел к главе КПСС Чувашской ССР. И они как бы пробили с Николаевым все инстанции, чтобы здесь был образован аэропорт. Если выиграет Николаев, мой прадед, был бы очень рад, потому что, на самом деле, они были очень близкие друзья. Они дружили вот на протяжении всей жизни. Для того, чтобы отдать свой голос, осталось меньше суток. Голосование завершается 30 ноября. А уже 5 декабря организаторы конкурса подведут итоги. И после необходимых процедур наш аэропорт получит имя нашего великого соотечественника. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Элегантные наряды, волшебная музыка, счастливые лица. В Чувашско-Соруминской школе Аликовского района впервые состоялся кадетский бал. На праздники побывала моя коллега Олеся Русакова. Почувствовать себя Наташей Ростовой или Андреем Балконским и закружиться в ритме вальса, попробовать станцевать полонез, французскую кадриль или мазурку. Такую возможность всем желающим предоставили в Чувашско-Соруминской школе впервые. К своему дебюту девочки и мальчики готовились на протяжении нескольких месяцев. Каждый день репетировали, каждый день узнавали новые движения. И с каждым днем это нам нравилось все больше и больше. Кадетское движение в Чувашии активно развивается с начала двухтысячных. Сегодня в республике четыре школы и более ста кадетских классов. И это одна из самых востребованных форм образования. Именно через патриотическое воспитание наши дети получают знания и научатся ценить и любить. Не говоря уже о родителях, они это направление призывают ценить, любить родителей, свою родину защищать. Когда мы решили открыть кадетский класс, выбрали мы шестой класс. И этот класс мы выбрали не зря. В этом классе, если у нас там обучаются 13 детей, обучались, было 50% детей из неблагоположных семей. Почему? Решили именно поэтому. Нам было очень тяжело с этими детьми работать. Спустя год мы уже результат увидели. Дети потянулись и в учебе, и дисциплина у них другая стала, они более стали ответственными. Всего за три года кадетские классы стали пользоваться спросом у всего района. Постигать азы военной службы несколько ребят перевели специально из других школ. Они признаются, что звание кадета ответственно и очень почетно. В дальнейшем я хочу пойти по этому направлению. Потому что это мне, то, что я сейчас учусь в юнормии, это мне поможет в будущем. Сын учится в 10 классе. Я уже вижу, как он стремится быть героем, подражать тем самым бывшим героям. Любит историю. И вот это все дает детям развивать патриотические чувства. Поэтому я вообще от души рада, что у нас в школе, у нас именно в Чувашской Сорминской школе, такие кадетские классы. Открытие кадетского класса в селе Чувашская Сорма стало возможным и благодаря поддержке руководителя пограничного братства Чувашии Анатолия Шорникова. Он уверен, за такими ребятами будущее России. Вас радует, что в этой школе патриотическая работа на высоте. Мы тоже, как ветераны пограничники частой кости в этой школе, проводим очень много мероприятий. Беседуем по поводу вступления в пограничные институты. Для этого агитируем быть спортом заниматься, учиться хорошо, готовить себя к защите отечества. Они ведь наше светлое будущее, наша достойная смена. Кадетское образование богато своими традициями, и одна из них – балы. Ведь настоящий кадет должен знать не только азы военной науки, но и основы этикета – быть развитым и физически, и интеллектуально. Наконец, это просто очень нравится самим ребятам. В гости к ученикам Чувашско-Сорминской школы приехали кадеты и Вурнарского района. Пока в Чувашско-Сорминской школе действуют два кадетских класса. В будущем здесь планируют сотрудничать и с военными учебными заведениями, чтобы после школьной скамьи ребята продолжили изучать военное дело. Олесь Русакова, Валерий Резюков, Республика. 30 ноября и 1 декабря во дворце спорта Чебоксары-Арена пройдет шестой открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии. Соревнования будут идти два дня. В них принимают участие более 100 спортсменок. Интересы Чувашии представляют семеро. В пятницу и субботу в 10 часов начнутся предварительные и полуфинальные поединки. В этом году конкуренцию россиянкам составят спортсменки из Белоруссии и Монголии. В составе команды Белоруссии на ковер выйдут серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Мария Мамашук и чемпионка Европы 2013 Ирина Курочкина. За сборную Монголии выступит чемпионка мира 2014 года Церин Чемет Сухея. Разбавит спортивные состязания выступления группы Хай-Фай. Новой интересной традицией проведения открытого Кубка России становится вручение победителям специального приза – матрешки с изображением женщин-борцов. Прямая трансляция финальных поединков на национальном телевидении Чувашии начнется в субботу 1 декабря в 17 часов. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Визитная карточка Абхазии – бочковая джека. Красная или зеленая – на выбор. Уникальная по составу специй для горячих блюд и гарниров – грузинский соск ткемали, в основе которых гранат, кизил и другие фрукты. Изобилие пряных специй на любой вкус – отличительная особенность выставки. В любые блюда, вместо обычной белой соли, соль абхазская – это изюминка моего огорода. Соль сванская. А тем, кому некогда стоять у плиты, предлагают уже готовые к подаче элитные мясные деликатесы из Армении. Традиционный хамон, армянская бастурма, мясо кабана в гранатовом соку. Таят в себе секреты старинных семейных рецептов. Диетический дамский деликатес – это зайчик с пазаном. Мясо – это два спортсменчика, оба жира не имеют. Один всю жизнь бежит, другой всю жизнь летит, поэтому мясо диетическое у них. Ну, конечно, косуля в вине вымачивается кинзмараули. Это один из самых традиционных таких рецептов кавказских. О богатстве Кубани свидетельствуют разнообразие сыров из молока коров, коз и даже буйволиц. Ценителей тонких, изысканных блюд не оставят ранодушными и прилавки, изобилующие дарами Камчатки. Белорыбица и чавыча, богатые омегой 3,6, являются источниками долголетия. Да, я просто частенько покупаю. Вот эту рыбу, она по качеству очень-очень хорошая. И продавцы заявляют о том, что оно действительно слабосоленое и хочется попробовать деликатес. Сама выставка очень оригинальная, конечно. Все дают пробовать, все дают буквально пробовать. Все очень вкусно. И спасибо, что они приехали, привези нам это все в нашу республику, потому что действительно у нас этого ассортимента нет. Здесь мы сейчас купили икру, три баночки. Это выгодно, потому что одна баночка стоит 400 рублей, а три за тысячу. Искушают аппетит сушеные фрукты, различные виды халвы и мед армянских фермеров. Но где вы еще попробуете молодой цельный грецкий орех, сваренный с добавлением сахара? Говорят, это первый помощник для щитовидной железы. Также у нас есть замечательные шарики здоровья. Мы их так называем просто. Это цельные фрукты внутри. Грецкий орех, фундук и смесь сухофруктов. Не содержит сахара, никаких добавочек, никаких консервантов. Для иммунитета самые первые помощнички. Это все привезено из Армении. То есть это домашнее производство, не заводское. Никаких сушилок, никаких печей не используется. Все сухофрукты вялятся исключительно на солнце. Все-таки надо иногда такие мероприятия, чтобы мы могли действительно оценить качество специй, настоящих натуральных, качество рыбы, вот этих мясных или фруктов. Здесь все по-другому. Отправиться в гастрономический тур с дегустацией можно будет до 8 декабря. Все можно попробовать и решение принимать уже, ориентируясь только на собственный вкус. Выставка-ярмарка работает с 10 утра по 8 часов вечера в МТВ-центре Чебоксар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова